Ольга Сергеевна, вас поздравляем, администрация Раменского района. Спасибо вам огромное. Вас поздравляет губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев. И вас поздравляет президент Владимир Владимирович Путин. Это вот письмо именное лично вам. Мы очень рады, что у нас есть такие замечательные жители, которые идут на рекорд, действительно. Я не ожидала такого, честное слово. Спасибо вам огромнейшее. И не за что, Ольга Сергеевна. Спасибо вам, что вы являетесь жителем нашего города. В свой день рождения Ольга Сергеевна Балаур встречает гостей в бодром и веселом настроении. У нее хорошее чувство юмора, складная речь и потрясающая память. Будучи хрупкой и подвижной, она в свои 95 все делает исключительно сама. В свой юбилей Ольга Сергеевна рассказала историю своей жизни. Родилась она в глухой деревне. Когда ей было 12 лет, они вместе с семьей переехали в Раменское. Папа главным бухгалтером назначили, и он все-таки забрал нас сюда, в Раменское. А в 1937 году мы переехали в Москву к маминой приемной матери. В Раиле Александровне такая была. В общую квартиру коммунальную, в 17-метровую комнату. В марте 1942 года Ольга Балаур ушла на фронт в местную противовоздушную оборону 313-й отдельный городской батальон. Во время Великой Отечественной войны она была донором крови. И вот я там служила и работала медсестрой в госпитале. Госпиталь 50-04 в Москве. Я всю войну провела в Москве. Я защищала Москву. Кровь сдавала вот с начала войны 20 раз по 400 грамм. Но и немножко захватила и конец. То есть после войны. Потому что два раза в год можно было сдавать. И всего я сдала 8 литров. Так что 8 солдат это точно получили помощь. Ольга Балаур всю жизнь работала в торговле. Начинала с товароведа, а закончила начальником отдела в Росторгодежде. В 68 лет ушла на пенсию. Но на этом ее трудовая деятельность не закончилась. После чего еще 10 лет она отработала кассиром в магазине на Арбате. Ольга Сергеевна воспитала двух сыновей. Дождалась трех внуков и двух правнучек. Антон Карташов, Алена Иванова, Дмитрий Корунов. Для программ «Городские вести». Алена Иванова, Дмитрий Корунов. Алена Иванова, Дмитрий Корунов.